Всем привет! Сегодня мы нарисуем такую медузу акварелью. Для работы нам понадобится акварельный лист формата А4, акварельные краски, салфетка на случай, если где-то будет потек, а также простой карандаш, пластик, кисточка и, конечно же, стакан с водой. Итак, приступаем к работе. Первым этапом сделаем набросок медузы карандашом. Начинаем рисовать сверху вниз. Легкими движениями рисуем как бы незавершенный круг. Это и будет туловище будущей медузы. Ничего страшного, если с первого раза не получаются идеальные линии. Если вам совсем сложно, можете в помощь взять кружку небольшого диаметра. Далее при помощи эластиков убираем лишние линии. Небольшой совет. При работе с акварелью желательно как можно меньше прибегать к помощи эластика, так как это напрямую влияет на качество вашей работы. Помните, что акварель это нежная полупрозрачная краска. Дорисовываем туловище медузы кругообразными выпукостями, похожими на листки цветка. Также при помощи эластика убираем лишнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь приступаем к щупальцам. В данном случае я буду рисовать три больших, назовем их основными щупальцами и далее уже добавим второстепенные нити. Для основных я провожу осевые линии в любом направлении, которые дальше будут обрамляться детвистые линии с сужением к концу. Далее произвольными линиями, как показано на видео, рисуем сами щупальца. Помните, что к низу щупальца сужаются, а к туловище немножко расширяются. Далее при помощи ластика либо клячки мы немножко высветляем карандаш, чтобы при покрытии акварелью он был почти не видно. Теперь приступаем к работе с цветом. Так как акварель это краска, которая любит воду, мы при помощи кисти слегка мочим лист в месте, где у медузы будет тулов. Медузу я решила сделать малиново-фиолетовую, поэтому набираю малиновую краску и предвольно по мокрому листу начинаю делать первые штрихи. Акварель будет растекаться и это нормально, но что мы делаем, если краска вышла за границу? Вымываем кисточку и с помощью воды растягиваем краску по всему туловищу медузы. Если вдруг краска все-таки залилась за контур, нужно промочить ее салфеткой и приступить к работе, когда лист высохнет. Обратите внимание, как долго я растягиваю первые штрихи при помощи влажной кисти и не набираю больше краску. Далее я солька затягиваю нижнюю часть туловища и также размываю влажной кистью. Кисть должна быть влажной, но и сильно подпитанной водой. Добавляю немного фиолетового масла. И также растушевываю влажной кистью. Субтитры делал DimaTorzok Добавляю немного кистью. Добавляю немного грудь. Кисть. Добавляю немного食яйство. Уводим кистью на кисьму. Влажную кистью салфеткой. Пока туловище медузы подсыхает, приступим к щипальцам. По такой же аналогии смачиваем лист в местах, где они находятся и приступаем к цвету. Далее набираем краску и, начиная от основания туловища вниз, растягиваем краску при помощи воды. В данной работе нет определенных правил, насколько ярко должна быть медуза или как прорисовать светотень. Важно понять, как работает акварель и получить удовольствие от самого процесса. К фиолетовому я добавляю малиновый и дальше начинаю размывать краску. Здесь абсолютно нет никаких правил, добавляйте цвета по тому, как вы это чувствуете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Даем работе подсохнуть. Когда наши щупальцы высохли, мы можем приступать к предпоследнему этапу. И это щупальцы нити. Для этого поочередно я набираю малиновую фиолетовую краску и от туловища медузы вниз веду произвольные линии. Видите столько линий, сколько посчитается нужным. Здесь нет ограничений. Добавил DimaTorzok 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 И последний этап это брызг. Чтобы работа не поплыва, нужно чтобы рисунок полностью высох. И после этого можно приступать к завершению. Для брызг нам понадобится хорошо смоченная в воде кисть, краска и карандаш линейка или еще одна кисть. Мы набираем краску и просто начинаем стучать по кисточке вторым предметом, чтобы брызги разлетелись по рисунку. После высыхания можно добавить другой цвет. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот и все! Наша акварельная медуза готова! Пробуйте рисовать по моим урокам и делитесь впечатлениями. Всем отличного настроения и творческих успехов! Оставайтесь в Маркизе Декор и вы узнаете еще много интересного!